дорогие друзья всем привет я приветствую вас на своем канале сейчас у нас интересно очень время время худшего положения лилит во льве что у нас такой лилит это наши темные стороны что называют черной луной это одна из самых древних богинь но из самых древних образований звездных даже сказала первое и для многих этот период очень непрост она мало того что возвращает в принципе кармические долги причем с уровня бессознательного то есть с уровня общечеловеческой памяти так еще и возвращает все что было 8 9 лет назад на проверочку чтобы посмотреть заучила ли маша уроки если не заучила то придется машеньке снова заучить так действует вид сегодня будет два варианта я выбрала резы рода славянскую систему для этого потому что боги в таких ситуациях очень хорошо помогают я призываю 108 славянских богов помочь мне дать верные трактовки зрителя выбирайте вариант здесь вопроса не будет на самом деле я планировала вопрос но раз я его не озвучила значит так надо значит тут будет просто совет здесь велес реза велеса всегда символизирует готовность к неожиданностям и переменам ваша задача быть готовыми к переменам велес это бог магия искусство творчество это бог знающий и и все темно и все светлое это бог богатство соответственно если вы будете жить по чести то и все эти аспекты в вашей жизни будут преуспевать ну-ка посмотрим что нам велес советуют по соседним резам ой друзья здесь вам прям вообще карты в руки это же если честно ничего больше доставать не хочу после реза рода можно уже ничего не доставать друзья здесь у многих будет неожиданно любовь 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 или обновление отношений уже которые есть брачных или оля здесь как новая любовь здесь вообще стопудово будет новая любовь и для женщин у вас вам очень повезет с мужчиной очень повезет здесь будет мужчина вообще вот с большой буквы м с очень серьезными намерениями на него всегда можно положиться это настолько хороший расклад что даже говорить ничего не хочу боги лели полель это боги вообще любви общей сложности и влюбленности и зрелого уже брака один брат символизирует одно другое другое богиня лёли это она символизирует новую любовь это богиня рассвета рассвета не в контексте рассвета солнечного а в контексте обновления сил обновления жизни будьте готовы к неожиданным переменам готовьте дом прямо свой диванушка тут нам что-то подвылезло друзья особенно женщины вот если вылезла дивана смотрите вам действительно повезет с мужчиной и не нужно строить из себя ну мериться яйцами так сказать потому что дивана это богиня охоты и она такая своенравная очень была ее история об этом гласит так вот пожалуйста не проявляйте здесь все свои незакрытые так сказать гештальты что у вас было тяжелое детство и что у вас есть проблемы с головушкой с психикой это только ваши проблемы берегите того кто вам идёт кто к вам идёт потому что идёт к вам просто невероятное какого-то качества человеческого человек вот человек с большой буквы тут столько любви даже плакать хочется вам можно полностью полагаться сейчас на себя на жизнь вы всё делаете правильно здесь даже лучше ничего не делать тут если честно по рези рода род это для тех кто не знает это основной бог у славян то есть от которого произошли все остальные боги и люди ну и всё живое то есть природа она потому так и называется потому что была создана при роде то есть род ее создавал я очень рекомендую заниматься домом прямо по хорошему домом подготовьте дом вот представьте что не знаю к вам в гости приедет бог и вот как бы вы подготовили свой дом если бы к вам в гости приехал бог вот так и сделайте слушайте это фантастика насчёт расклада что-то ещё реза до года тут к нам вылезла ну как-то случайно я не заметила до года это бог хорошей погоды так вам там видно это бог хорошей погоды который говорит о том что всё будет хорошо вот собственно и весь первый расклад я вас очень поздравляю очень тут даже вообще можно ничего не желать если честно не благословлять потому что вы тут уже благословлены спасибо богу к вам родные род спасибо что пришел и смотрим второй вариант для второго варианта скажу что никакого вопроса тут нет изначально он был я хотела спросить но поскольку сейчас взаимодействие с богами раз я промолчала запамятовала значит так и надо значит ничего не надо никаких вопросов значит вам сейчас просто будут наставления советы ой ну надо же я прошу прощения я отложила ваш вариант представляете рядом лежала карта я забыла о том что это ваш вариант и рассказала эту карту еще и первый вариант ну ничего значит так надо и значит для вас тут два важнецких послания ну что в первом варианте конечно был джекпот у вас здесь тоже ничуть не хуже первая карта которая вам выпала первая реза это бог до года у славян это бог хорошей погоды он несет счастливые перемены он говорит о том что все будет прекрасно вам ваша задача сейчас положиться на легкий ветерок который приносит в вашу жизнь бог до года расслабиться и просто наслаждаться жизнью также реза до года это предупреждает о том чтобы вы не переедали очень важно за этим последить а вот реза бога хорса она вообще является одной из самых желанных рез в раскладах бог хорс это бог солнца это очень древний бог если до года молодой бог то тут очень древний и бог хорс сулит невероятную удачу но в краткосрочное время поэтому будьте на чеку я расклад вообще приурачивала к лилит которая будет в своей худшей позиции во льве до августа но здесь мне кажется месяца на два три максимум вам нужно успевать прям брать быка за рога все за что вы не возьметесь все должно получаться если даже вам будет казаться что не получается так как вы хотите это говорит о том что вас позднее вы просто можете не знать может как раз кстати к августу вас выведет во что-то очень хорошее хорс он за быстрое действие он за страсть к жизни за радость к жизни почитайте этих богов вот прям каждый день солнце вообще надо почитать каждый день и хорошая погода у нас без нее не будет настроения как например жители Архангельска где я живу познали в этом году так как у нас всю зиму был туман на конце вас сопровождает мать сыра земля еще один показатель к тому что не переедайте пожалуйста у вас могут быть проблемы со здоровьем мать сыра земля говорит о плодородии об изобилии о рождении детей те кто давно хотел зачать ребенка пожалуйста ловите момент делайте все усилия усилия не только от того характера которые все привыкли делать берите аскезы здесь различные во имя того чтобы родить допустим ребенка или во имя получения обретения какой-то мечты или во имя достижения цели во имя открытия бизнеса мать сыра земля она про плодородие и она рекомендует во всем во всем здесь вам не переусердствовать и грамотно наслаждаться тем что вы имеете вообще мать сыра земля говорит что вам тоже так же как реза до года вам можно расслабиться да так же как реза хорс но реза хорс расслабиться не в контексте что ничего не делать и все то есть вы можете полагаться на те шансы которые к вам приходят мать сыра земля очень благодарит всем благоволит всем земным делам поэтому друзья вы знаете у вас тут тоже джекпот за что вы не возьметесь все будет здорово на момент ограничен краткосрочен поэтому берите быка за рога то же самое я сказала кстати первому варианту потому что там тоже все очень круто и и и творите земную жизнь наслаждайтесь ей а я кстати второму варианту очень рекомендую употреблять алкоголь вот прям до августа забудьте про него потому что здесь влияние матери сырой земли может сильно ослабиться из-за алкоголя а под влиянием хорса вы можете делов натворить неприятных вплоть до аварий так что вот предупреждения получены наставления услышаны я благодарю 108 славянских богов которые приходили помочь нам я желаю вам успеха и пока пока